Несколько кисточек и пара баллончиков с краской – стандартный набор юных граффитистов. Глеб и его напарник Ян в Сочи приехали месяц назад из Белоруссии и сразу приступили к своему любимому хобби. Проект «Знай наших» зародился три года назад, быстро набрал популярность. За короткое время художники успели посетить несколько городов России. Сочи не стал исключением. Идея по поводу стен конкретно города Сочи пришла зимой, потому что у нас похолодало, а творчеством заниматься хочется всегда, поэтому мы приехали в Сочи. Здесь февраль теплый. Мы решили, что не стоит прятать искусство на заброшках. Уровень начал позволять делать что-то достойное, и мы стали показывать это обществу. Остап Бендер, Шурик – это только начало масштабного проекта белорусских граффитистов Сочи. На создание такого шедевра уходит два дня и несколько килограммов краски. Дело это, конечно, затратное, говорит организатор проекта, но любовь к хобби превыше всего. Я вижу, что в Сочи очень мало стрит-арта и много скучных стен, поэтому перспектива есть. Тем более, что город туристический, а туристы любят такие вещи. Это привлекает внимание, люди фотографируются, выкладывают в сеть, тем самым повышая и популярность города в том числе. Сегодня у юных стрит-артеров в Сочи появились поклонники. Молодые люди плоды своего творчества выкладывают на страницы социальных сетей. А местные жители граффитистам предлагают свои идеи по улучшению архитектурного облика курорта. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.